На некоторые томаты вот посмотреть, загрузка конечно так себе, ну особенно здесь когда крупноплодный, это оранжас. А вот у меня есть новый для меня сорт, называется зеленая сластена. Первые ярусы вообще, просто. Яблочко к яблочку. И он вот уже, это его зрелость, то есть это уже он, когда становится охровым, он уже, я так понимаю, перезрел. Вот это его зрелость. Просто работяга. И не супер высокий, он примерно до полутора метра. И такой мясистый, он здесь хорошо выкормлен, тут ему повезло в этом месте расти. А вот верхние ярусы, прыгала температура, верхние ярусы завязал так себе. Но ничего, еще не осень. Пару месяцев им для роста точно есть. Такая досочка получилась красивых плодиков. Вот эти вот, вот эти вот плоды, по ним видно, что они перезрели, они становятся таким прозрачным цветом. А этот можно подумать, что это техническая зрелость. Нет, он мягкий. Вот такой слегка становится желтоват, и нужно уже снимать. Не снял на вес зеленую слостью, но добавлю вот этих два хороших красавца. Так, базилик обязательно побольше. Средний плод по весу 153, такой, который более-менее соответствует всем кистям, 228. Ну, я думаю, в среднем 200 грамм. То есть получается 150-250 грамм, может какие-то махровые вытянуть. Неплохо. И такой ровненький, весь аккуратненький. Красивые томаты. Очень красиво получилось. Люблю зеленоплодные томаты вообще. Вот такой разрез у этого махровенького, перезревшего. По нему видно, у него даже такая прозрачность уже даже есть, перезревание. Но он все равно, он не течет, он такой остается, такой плотненький довольно. И вот разрез обычной зрелости готов. Он в середине такой даже светленький, светло-зеленый. Начну с махровенького. Может он бомба-взрыв вкус. Сейчас посмотрим. Но это не точно. Сорт зеленая сластена. Неяркий вкус. Но у него есть какое-то такое особенное. Такая обтекающая язык сладость. Нано неяркая. Ну, хорошая. Он далеко не пресный. Но, что касаемо экзотов, он без вот этих вот ноток сразу там фруктовые, там на рецептор какие-то такие точки. Ну-ка попробую такой первой зрелости. А вот в этом вкус не потерян. Он больше такой выразительный. Но малахитовая шкатулка его переплюнет. Плюс он выдал столько много плодов. Что он, наверное, вкус просто может и поэтому тоже не вытягивает. Как правило, я сам это даже замечал, чем меньше плодов, чем более малоплодный сорт, тем более вкуснее у него плоды. Куст так работает сразу на микроэлементы, на плодах. Не просто набор воды. Но все равно, этот сорт стоит попробовать. Плюс его загрузка гениальная. Очень хороший сорт в этом плане. Это для любителей как классики, так и вот, чтобы был урожай-урожай. На салат он вообще отлично на бутерброд пойдет. Никакого, даже сравнения с магазинами далеко нет. Это намного вкуснее помидоры с ароматом, с послевкусием таким своим. Особенно мне нравится вот это послевкусие зеленоплодных помидор. Он такой какой-то очень интересный, такой прям на небо. Сложно объяснить. Нужно попробовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!